Вас приветствует утренняя информационная программа. Я Гульнара Жандагулова. Доброе утро. Клинические испытания американской вакцины от коронавируса переходят в третью, заключительную фазу. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс. В исследовании организованным университетом Майами примут участие более 30 тысяч добровольцев. На сегодняшний день это самые масштабные испытания вакцины от COVID-19 в мире. Их особенность в том, что участникам тестирования дают не только вакцину, но и плацебо. И никто не знает, кому именно что достается. Таким образом, ученые хотят проверить, какие из испытуемых будут больше подвержены заражению коронавирусом. Впрочем, первые результаты появятся только через несколько месяцев. Между тем, общая стоимость программы создания и тестирования вакцины обойдутся Вашингтону в 900 миллионов долларов. Европейская вакцина от коронавируса может поступить в продажу в январе 2021 года. Ее разработали Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca и исследовательским центром из Италии. Согласно договоренностям, сначала лекарства поступят в Италию и Великобританию, а затем в Нидерланды, Германию и Францию. При этом стоимость вакцины оценивается в 2-3 евро. Всего же будет произведено порядка 30 миллионов доз. Но в первую очередь правительство Евросоюза организует вакцинацию людей, наиболее подверженных риску заражения коронавирусом. Индия увеличивает мощности лабораторий, которые проводят тестирование на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр страны. Три новых лабораторий открылись в Нью-Дели, Мумбаи и Калькутте. Каждая из них способна анализировать до 10 тысяч образцов в день. Сейчас в стране ежедневно проводят более полумиллиона тестов на COVID-19. Выступая на видеоконференции, Моди заявил, что распространение коронавируса находится под контролем. В стране с начала эпидемии заразились более миллиона 400 тысяч человек. Не справились с болезнью 30 тысяч индейцев. Сегодня миллионы наших граждан борются с коронавирусом. Мы запустили новые центры для тестирования и намерены продолжать борьбу с заразой. Считаю, что своевременные действия властей по борьбе с вирусом привели к тому, что в Индии по сравнению с другими странами ситуация остается под контролем. Тем временем институт сыворотки Индии приступит к производству первой партии экспериментальной вакцины от инфекции уже в августе. Препарат совместно разработали британские и австрийские ученые. Первоначально планируется выпускать до 70 миллионов доз в месяц. Если испытания вакцины окажутся успешными, производство постепенно увеличит. Как отметил директор института, они будут стремиться сделать вакцину доступной по самой низкой цене. Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом власти Бельгии усиливают ограничительные меры. Число вновь заболевших COVID-19 только за минувшую неделю увеличилось на 70%. Это в среднем по 280 инфицированных в сутки. Всего в королевстве зафиксированы свыше 66 тысяч подтвержденных случаев заражения. С 29 июля круг общения членов одной семьи, проживающих совместно, снижается с 15 до 5 человек. Посещать магазины теперь можно только по одному. Бельгийским компаниям рекомендовано перейти к дистанционной работе. Количество участников массовых мероприятий сокращено в помещении до 100 человек, на открытом воздухе до 200. Ношение масок обязательно на рынках, торговых и пешеходных улицах. В ресторанах, кафе и барах маску снимать можно только за своим столом. Работа ночных магазинов сокращена до 22 часов вечера. Под запретом проведения фестивалей, ярмарок и концертов. Не разрешена деятельность ночных клубов и дискотек. Штраф для нарушителей составляет 250 евро. Владельцы заведения общепита могут быть оштрафованы на 750 евро. Напомню, неделю назад эксперты заявили о начале второй волны эпидемии в Королевстве. МИД Бельгия ведет постоянный мониторинг эпид-ситуации в государствах ближнего и дальнего зарубежья. И публикует рекомендации по посещению этих стран и регионов. За последние несколько дней показатель скорости передачи вируса превысил единицу. Есть также серьезная обеспокоенность в отношении некоторых конкретных случаев. Например, в городе Анверпен, который переживает сейчас значительный всплеск эпидемии. Также мы видим, что вирусная нагрузка у некоторых зараженных людей выше, чем обычно, что означает, что они более заразны. Поэтому все эти меры введены в действие, чтобы не допустить новой всеобщей изоляции. Мы видим, что некоторые владельцы магазинов, например, немного напуганы. Это мы поняли, когда пили кофе. Здесь существуют очень строгие правила. Мы должны указать инициалы, время прибытия и отъезда, а также адрес электронной почты. В Германии после очередной вспышки на ферме усилили контроль за соблюдением социальной дистанции и правил гигиены. В регионе Бавария владельцев крестьянских хозяйств, которые игнорируют нормы безопасности, теперь ожидают многотысячные штрафы. Напомню, на одной из ферм COVID обнаружили сначала у семерых сотрудников, а после массового тестирования болезнь подтвердилась у 174 человек. Какие же штрафы ожидают нарушители и как будут с ними бороться, расскажет Шоупан Найманбаева. Среди зараженных на ферме сезонные рабочие из Румынии, Венгрии, Украины и Болгарии, которые занимались сбором овощей. В данный момент всех работников, а это порядка 500 человек, поместили на карантин. Предполагается, что заразились они, потому что на крестьянском хозяйстве не соблюдались нормы безопасности. После этого случая власти Баварии решили срочно ужесточить наказание за несоблюдение правил гигиены и нарушение социальной дистанции. Если раньше за такое нарушение владельцам сельскохозяйственных ферм могли выписать 5000 евро, то теперь сумма штрафа увеличилась в пять раз. Еще одно новшество. Власти разрешили проверять фермы в любое время суток. Также в регионе намерены протестировать всех сезонных рабочих. Даже если ситуация в Германии кажется стабильной по сравнению с другими странами, мы не должны испытывать иллюзий. Пандемия не прошла и вирус постоянно возвращается. Мы должны следить за тем, чтобы единичные вспышки, которые мы регистрируем в Германии, не переросли во вторую волну. К сожалению, мы видим много нарушений, включая безответственное поведение и игнорирование концепции гигиены. тестировать на коронавирус всех прибывающих из списка опасных стран. Такие же центры заработают скоро в аэропортах Мюнхена и Нюрнберга. В федеральной земле Маклимбург-Переднее Померание тоже хотят внедрить такое правило. Но там прилетающих из стран, где бушует вирус, будут тестировать дважды. По приезду и спустя время. Шелпана Иманбаева, Милослав Авриновский, Хабар-24, Германия. И в продолжении выпуска вы увидите. На страже прав потребителей в Казахстане проверяют работу микрофинансовых организаций. Остались без авто 373 единиц машин сотрудников Экиматов передали местным поликлиникам в Восточном Казахстане. Катар намерен принять Олимпиаду в 2032 году. За это право ему предстоит побороться с Индией и Индонезией. И обо всем подробнее расскажем далее, а пока продолжим. 9 человек арестовали в Узбекистане по делу о прорыве сардабинской дамбы. Их обвиняют в хищении, халатности и нарушении строительных работ, сообщает Генеральная прокуратура страны. Среди задержанных подрядчики, компания-заказчик, генеральный подрядчик, а также сотрудники Министерства водных ресурсов. При этом срок первоначального расследования продлили на 5 месяцев. Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев также заявил, что к расследованию привлекут российских экспертов. Отмечу на сегодня, специалисты комиссии по расследованию чрезвычайной ситуации предложили три причины катастрофы. Согласно данным, прорыв плотины мог случиться из-за недостатка конструкции, нарушений во время строительства, а также ошибки в эксплуатации плотины. Проливные дожди обрушились на Индию. Под большой водой остались штаты Бихар и Утар, Прадеш. Больше всего помощь требуется в больнице. Затопила крупную местную правительственную клинику. Все силы, которые брошены на борьбу с коронавирусом. Дождь хлынул в пик приема пациентов. Вода попала также в общие палаты. Затопила и операционные. Проливные дожди в сезон мусонов – обычное явление в Индии. Ежегодно в результате наводнений погибают сотни жителей. Но в этом году, помимо стихии, у Индии новый враг – коронавирус. К сожалению, пока борьба не в пользу людей. Число зараженных в стране близится к миллиону. Умерли порядка 25 тысяч человек. Нам не предоставили ничего для укрытия. Даже просто лист пластика. Мы принесли сюда свои вещи. Пока нас кормят два раза в день. Тотальная проверка микрофинансовых организаций проходит в Казахстане. С этого года в их число входят ломбарды, кредитные товарищества и фирмы, дающие онлайн-займы. На рынке должны оставаться только добросовестные игроки. Надзорные органы выясняют, кто соответствует новым требованиям, а кто нет. О том, какие изменения произошли на микрофинансовом рынке страны, расскажет моя коллега Камила Тастамбекова. Гульнара, здесь важно разделить. Традиционные микрофинансовые организации кредитуют в основном только малый и средний бизнес. Их деятельность с 2016 года контролировал Нацбанк. Все это время перечисленные организации никто не регулировал. Отчасти по этой причине возросло количество нарушений с их стороны, в том числе различных финансовых пирамид и мошеннических схем. Теперь все эти организации объединяет одно название и контролирует их агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Сейчас расскажу подробнее. Новые правила для микрофинансовых организаций Казахстана направлены на защиту прав потребителей. Каждая из фирм обязана соблюдать установленные ограничения по ставкам вознаграждения и требования по оформлению документов. Если в договоре неверно указана годовая эффективная ставка, то фирме грозит штраф 50 МРП. Это лишь часть изменений, которые коснулись в этом году деятельности ломбардов, кредитных товарищей и организаций, выдающих онлайн займы. За несколько нарушений организацию могут лишить права работать. Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов рекомендует перед тем, как обратиться за займом в ту или иную компанию, проверить, есть ли она в реестре агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Их список опубликован на сайте. Деятельность кредитных товариществ, ломбардов и организаций, выдающих займы онлайн, стала более прозрачной и контрольной. Недобросовестные участники рынка уходят. Им невыгодно работать в рамках требований надзорных органов. Нужно соблюдать правила и ежеквартально предоставлять отчеты. Это значительно уменьшит число нарушений прав заемщиков. Может быть, какие-то требования усложнились при оформлении кредитов. Появился дополнительный документооборот. Но все это для защиты прав потребителей финансовых услуг. На рынке растет число микрофинансовых организаций, которые выставили на продажу. На это могли повлиять требования по увеличению уставного капитала. Напомню, полностью это правило вступит в силу 1 января 2021 года. В этом случае фирмы с небольшим кредитным портфелем будут вынуждены закрыться. А семь компаний в этом году уже исключили из реестра Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Отмечу, что в целом в секторе микрофинансовых организаций работают больше 900 компаний, из них почти 550 ломбарды и 164 кредитных товарищества. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут использовать электронные кошельки для своих платежных операций. Также в Казахстане вводится запрет на переводы между неидентифицированными пользователями онлайн-кошельков. Это лишь часть изменений, которые включает в себя вступивший в силу закон. Новые меры, как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана, будут способствовать снижению размеров ценевой экономики. Законопроект также предполагает совершенствование регулирования платежных организаций и систем, что позволит предотвратить риски использования сервисов небанковских платежных организаций для противоправных операций, в том числе и для отмывания денег. Вводится запрет на переводы между анонимными пользователями электронных денег и в пользу анонимных электронных кошельков. Казахстанцам спишут пеню за неуплаченные налоги. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов. Ранее президент подписал закон, в котором предусмотрена норма налоговой амнистии для физических лиц. В частности, населению берут просрочки по налогам на имущество, землю и транспортные средства, которые числились на лицевом счете налогоплательщика на 1 апреля этого года. Главное условие списания – оплата основного долга. Исключение составляет обязательство по налогу на имущество и земельный налог за 2019 год. За них счета нужно закрыть до 1 октября 2020. Налоговое амнистие продлится до 31 декабря этого года. Для списания пене обращаться никуда не нужно. Это будет сделано автоматически. И к другим темам. На 11% выросло в Казахстане производство сыра и творога. Большая часть приходится на Алматы, Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области. За последние полгода в стране изготовили больше 15 тысяч тонн сыра и творога. Такие данные приводит energyprom.kiz. Не падает в стране популярность и другого кисломолочного продукта – курта. По нему статистики нет, но из любопытства мы решили узнать, сколько стоит килограмм в разных регионах Казахстана. Дешевле всего курт стоит в Павлодаре – от 1200 тенге. Далее следует Петропавловск. От 1500 кило стоит в Кустанае. В Шимкенте курт продают от 2000 тенге. На 500 тенге дороже килограмм стоит в Казаларде. Любители курта Алматы покупают килограмм за 3000. Самые высокие цены в столице. И в завершении официальный курс на сегодня. Доллар стоит – 414 тенге, 2 тена. Евро – 484 тенге, 86 тенов. А рубль – 5 тенге, 79 тенов. Гульнара, это все новости к этому часу. Передаю вам слово. Спасибо. Это была Камила Тастамбекова с экономическим обзором. Машины сотрудников Акиматов передали местным поликлиникам в Восточном Казахстане. Теперь в распоряжении мобильных бригад 373 единицы дополнительного транспорта. Выездные группы есть в каждом районе области. Часто они работают в авральном режиме, принимая сотни вызовов в неделю. По данным облздрава, медработники обеспечены всеми необходимыми медикаментами и защитными костюмами в борьбе с коронавирусом. Кроме того, 3479 врачей, водителей, фельдшеров и медсестер также получили надбавки к зарплате за июнь. Медперсоналу из Фонда обязательного медицинского страхования перечислили 493 миллиона тенге. Сейчас в Восточном Казахстане работают 373 мобильных бригад. Это бригады, которые были созданы, или можно сказать, работают при поликлиниках, при амбулаторных центрах. И чтобы эти бригады снабдить служебными транспортами, районные и городские Акиматы выделили свои служебные транспорты. Порядка 800 больных в день получают амбулаторную помощь благодаря работе мобильных бригад в Алматинской области. Они приезжают на вызов, измеряют температуру и дают консультации по лечению в домашних условиях. К примеру, в Алакольском районе работают 25 мобильных бригад. Ежедневно они выезжают на 100 вызовов. Для оперативного оказания первой медицинской помощи им выделили автомобили. По словам местных властей, нововведение уже дает свои результаты. В каждом населенном пункте и районных центрах области создано 390 бригад, которые оказывают амбулаторную помощь жителям области на дому. За счет работы мобильных бригад снизилось количество вызовов скорой помощи в два раза. Кроме этого, за счет введения карантинных мер в области количество поступающих больниц снизилось тоже в два раза. Жители Шимкента игнорируют масочный режим в городских автобусах и не соблюдают социальную дистанцию. Сотрудники городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог говорят, что такие нарушители подвергают повышенному риску заражения не только себя, но и всех окружающих. А вместо штрафов и наказаний отделываются предупреждениями. Так ли это узнавали мои коллеги в регионе? В период карантина движение общественного транспорта на улицах мегаполиса ограничено, поэтому толпы людей на остановках – картина привычная. Только вот одни шимкенцы стараются соблюдать все меры предосторожности, а другие их полностью игнорируют. Не боюсь. Не знаю. Хожу, здоровый. Нормально. Посмотрите, сколько людей без маски. Надень ее правильно. Правильно надень. А знаете, мы без маски? Когда как. Во всех транспортах, сколько проезжаю, в транспортах очень мало, людей очень много. Нет соблюдения никаких этих надзоров. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции в автобусах обязательно. Об этом пассажирам неустанно напоминает водитель Ерлан Байбариев. Но соблюдать требования, говорит он, спешат не всем. Особенно сложно с людьми пожилого возраста. Замечания сразу в штыки воспринимают. Каждый второй мне не твое дело. И так весь день. С нас требуют. Должен быть отдельный вход и выход из автобуса. А попробуй это людям объяснить. Невозможно. Один кричит, другой хамит. Люди не хотят нас слушать. Есть старики, есть инвалиды. С ними очень сложно. В городском управлении пассажирского транспорта признают, что вышеупомянутые проблемы имеют место быть. Бывают случаи, когда нарушители без масок грубят, оскорбляют, но остаются безнаказанными. Почему? Потому что призвать их к ответственности может мониторинговая группа в ходе рейдовых проверок или сотрудники правопорядка. В другое же время нам остается ограничиваться простым предупреждением. Санитарные требования нарушают и сами перевозчики. За все время съемок мы не увидели санитайзеров ни в одном автобусе. К тому же чувствуется нехватка общественного транспорта. Люди просят увеличить не только их количество на маршрутах, но и продлить график работы в первой половине дня хотя бы еще на час. Нурбек Байбусын, Райхан Тажибаева, Нурмахан Бекмуратов, Хабар-24, Шимкент. Общественный транспорт Семея вернулся к прежнему режиму работы. Теперь автобусы вышли на маршрут без перерыва на 6 часов, как это было ранее. Такое решение было принято после многочисленных просьб населения и самого руководства автопарка дать возможность жителям добираться до места назначения без препятствий, а перевозчикам зарабатывать деньги. Наш корреспондент Асем Утешева продолжит тему. Общественный транспорт в Семее возобновил свою работу в прежнем режиме. Ранее из-за карантинных мер автобусы здесь ходили по сокращенному графику, делая днем 6-часовой перерыв. По словам жителей города, им приходилось преодолевать сотни километров пешком, либо тратиться на такси. С просьбой вернуть автобусы на маршруты они обратились к местным властям. Изменение режима работы общественного транспорта связано с постановлением от Центра управления пассажирскими перевозками города Семей, в котором указано, что с 27 июля 2020 года маршруты уходят до 19.30 в рабочие дни согласно их графику. Санитарные условия в общественном транспорте пассажиры стараются соблюдать, однако говорить о дистанции в переполненном автобусе не приходится. Пассажиры-то маску одевают, но вот этот час пик всегда, как народу много очень в автобусах. Это больше заражается, по-моему, чем на улице, так что никак не доволен. Раз в неделю мне надо по делам ехать. Вот я сама говорю, если кто-то в Одессе держит маску, чтобы одели. Пассажиры в основном одевают, но некоторые злоупотребляют, а в автобусах все нормально. Только вот ходили бы они по-нормальному. Переборщики, в свою очередь, заверяют, их автобусы два раза в день проходят полную санитарную обработку. Водители оснащены масками, средствами защиты, это перчатки. В каждом салоне имеется антисептик. Что касается выходных и праздников, то в эти дни автобусы по-прежнему ходить не будут. Стоит отметить, что график пока составлен до конца этого месяца. О том, как будет ходить общественный транспорт в августе, в автопарке пока не пояснили. Асима Тешева, Медеда Мирханов, Хабара, 24, Семей. Сейчас реклама, мы вернемся очень быстро. На западе Казахстана из-за 40-градусной жары все больше людей отдыхают у водоемов, в том числе и необорудованных. С начала купального сезона в регионе утонули 14 человек. А в Карагандинской области на одном из карьеров мужчина, прыгнувший со скалы, приземлился на камни. Об этих и других новостях в хронике происшествий. 14 человек утонули в водоемах Западно-Казахстанской области с начала купального сезона. Половина из них несовершеннолетние. Только за минувшее воскресенье погибли двое мужчин и женщина. Все они купались в необорудованных для этого местах без спасательных средств. Двое из утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из погибших выехал к реке Урал в компании друзей. 12 часов 30 минут ночи утонул при неизвестных обстоятельствах. В ходе исследования случая утопления было выяснено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его друзья, которые с ним были, вместе употребляли спиртные напитки, уснули. И по их данным, что этот человек мог прыгать с Яры. А это видео не для слабонервных, но все обошлось благополучно. На кадрах рискованный трюк на одном из карьеров под Саранию в Карагандинской области. Любитель паркура не рассчитал расстояние и с обрыва ударился о камни. В итоге молодой человек получил сотрясение мозга и перелом руки. 18-летний житель Талдыкургана нарушал правила дорожного движения и публиковал это в социальных сетях. Полиция во время мониторинга соцсетей обнаружила, что 18-летний лихач намеренно создавал аварийную ситуацию на улицах города, выезжая на встречную полосу, проезжая на красный свет, не включая поворотники. Нарушителя оштрафовали сразу по пяти административным статьям. Автомобиль поставили на штрафстоянку. Аналог Международной космической станции на дне моря. Идея принадлежит потомку знаменитого Жака Ива Кусто. О том, что из себя может представлять подводная станция, узнаем из обзора международной прессы. Нет, Европа в 2020-м это не Соединенные Штаты 1790-го года, гласит заголовок статьи во французском издании «Фигаро». Перед лицом беспрецедентного экономического кризиса Европа приняла чрезвычайные меры. 21 июля Евросоюз достиг соглашения о плане восстановления экономики стоимостью 750 миллиардов евро, в котором 390 миллиардов направят на гранты и 360 миллиардов на займы для стран и секторов в затруднительном положении. Автор материала, экономист Кристиан Сен-Этьен, задается вопросом, можно ли называть это гамильтоновским моментом Европы. Под этим Сен-Этьен подразумевает погашение государственных долгов американским правительством, произведенное Александром Гамильтоном в конце 18 века. Александр Гамильтон был первым министром финансов США. В 1790 году по его инициативе федеральное правительство приняло на себя долги американских штатов, накопленные в их финансовой системе за время войны за независимость. Однако Соединенные Штаты конца 18 века, которые только что создали американскую нацию и федеративное государство, нельзя ставить в один ряд с Европой, политически расколотой между Западом и Востоком и экономически разделенной между Севером и Югом. При создании фонда взаимопомощи ЕС обошел вниманием самые главные трудности. Мучительные разногласия между Севером, Югом и Востоком, Западом, внутри блока и ускоряющуюся потерю своего влияния в мире, считает эксперт и подводит итог. Евросоюз не переживает гамильтоновский момент. Более того, его политическая и стратегическая несостоятельность угрожают его независимости и процветанию, резюмирует Кристиан Сенеттьен. Пандемия бросила вызов нефтяным концернам. Кто победит в этой схватке, пыталась понять журналистка Катрин Вич в материале для немецкой газеты Handelsblatt. Еще до коронакризиса предложение на рынке черного золота превышало спрос. Сейчас более 20 американских нефтяных компаний объявили о банкротстве. По всему миру у нефтяников сокращения и огромные долги. Ситуация с газом еще хуже. Неужели мир откажется от ископаемого топлива? Долги, низкие цены и ставка на возобновляемые источники энергии. Все это уже давно давит на отрасль. Но из-за коронакризиса внутренние проблемы обострились и стали настоящим испытанием для большой нефтяной индустрии. О проблемах заговорил даже глава нефтяного концерна с самым большим оборотом в мире. Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен Ван Бёрден. Потребление топлива в долгосрочной перспективе будет меньше, чем до кризиса, даже когда пандемия коронавируса останется позади. Спад будет продолжаться долгие годы, сказал он в одном из недавних интервью. Нефтяная индустрия сталкивается с небывалой ранее проблемой. Из-за повсеместного локдауна промышленность замедлилась, транспорт стал использоваться намного меньше, и спрос на важнейший энергоноситель резко рухнул. Крупным концернам брошен вызов. При цене около 40 долларов за баррель нефти марки Brent почти половина мировых нефтяных месторождений становятся нерентабельными. Эксперты исходят из того, что цены в долгосрочной перспективе будут расти, но это спорно. Поэтому мировые нефтяные гиганты меняют расчеты в меньшую сторону. Так, при цене в 55 долларов за баррель вместо прогнозируемых 70 долларов, концерн British Petroleum вынужден списать во втором квартале 17,5 миллиардов. Решение ОПЕК+, принятое 15 июля, дает участникам рынка надежду, что сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в день с августа будет постепенно сходить на нет, заключает журналистка. Спутники Илона Маска помешали наблюдать за кометой, пролетающей над Землей раз в 7 тысяч лет. Издание ГИСМОДА передает, астрофотограф Дэниэ Лопес опубликовал в Фейсбуке сделанный им снимок кометы Нео-Вайс. Специалист заметил, что кроме самой кометы на изображении оказались запечатлены яркие полосы, оставленные спутниками системы глобального интернета Starlink. «Это конец астрономических наблюдений в том виде, какими мы их знали», — заявил Лопес. По его словам, мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли. Астрофотограф заметил, что летящие по небу объекты мешают научным наблюдениям. В начале июня компания Илона Маска SpaceX вывела на околоземную орбиту дополнительную партию из 60 спутников Starlink, напоминает издание. Построить аналог МКС на дне моря предложил внук Жак Ива Кусто. CNN передает, потомок легендарного океанографа Фабьен Кусто решил продолжить семейное дело, построив в Карибском море одну из крупнейших подводных обитаемых станций в мире. Вместе с дизайнером Ивом Бехаром Фабьен Кусто уже разработал дизайн здания. В подводном доме, похожем на МКС, ученые смогут жить месяцами, изучая изменения климата и разрабатывая новые лекарства. Стоимость проекта оценивается в 135 миллионов долларов. На постройку лаборатории необходимо около трех лет, но воплощение проекта в жизнь перенесено из-за коронавируса. По словам Фабьена Кусто, изучать мировой океан не менее важно для выживания человеческой расы, чем покорять космос. Создать больше 9 тысяч новых рабочих мест планируют в Казларде. По госпрограмме «Дорожная карта занятости» планируется осуществить 276 проектов на сумму 37 миллиардов тенге. Больше половины масштабных работ запланированы в областном центре. Алибек Байшуленов расскажет подробнее. Это центральная улица пригородного поселка Каравузек. В последний раз асфальт здесь укладывали почти 30 лет назад. За качество нынешней дороги шириной в 6 метров и длиной 2,5 километра ручаемся, уверяют специалисты. В ходе строительства трудоустроено 21 человек. Старая дорога, которую построили в 1992 году, износилась. Она была вся в ямах и рытвинах. Пыль, грязь, машины едва передвигались. Новый асфальт для нас – это главная новость. Спасибо за новую дорогу. Всего в текущем году в областном центре и пригородных поселках города капитальный и средний ремонт дорог проведут на 260 улицах. Кроме того, модернизируют 11 школ, детских садов, а также ряд объектов здравоохранения, культуры и спорта. К 1 сентября должна завершиться реконструкция стадиона «Локомотив». Стадиону давно требовался ремонт. Футбольное поле, построенное 13 лет назад, исчерпало свой ресурс. В отделении футбола у нас занимаются 449 воспитанников. Думаю, к началу нового учебного года они выйдут на тренировки с новым настроем. В рамках программы также значительно обновляются водопроводные, тепловые и канализационные системы города. Но самое главное – это создание новых рабочих мест. Всего в рамках дорожной карты занятости будут заняты 4,5 тысячи человек. В настоящее время 80% из этого числа трудоустроены. Остальное количество рабочих привлечем до 1 августа. Большинство безработных граждан занято на ремонте и строительстве дорог. Не остались без внимания и дети, которые в связи с эпидемией коронавируса не смогли отдохнуть в летних лагерях. В рамках программы для них во дворах жилых домов областного центра строится 30 новых игровых площадок. В эксплуатацию уже сданы две современные стритбольные площадки. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Казларда, Хабар, 24. В больнице Раймбекского района Алматинской области медработники и пациенты получают бесплатный кумыс и баранину. Натуральные продукты поставляют в лечебницу местные жители и предприниматели. Благодаря такой помощи пациенты выздоравливают гораздо быстрее. В Раймбекском районе коронавирусной инфекцией заразились 33 сельчанина. Один из них скончался, еще четверо умерли от пневмонии. При районной больнице было создано провизорное отделение на 40 коек и два места для тяжелобольных пациентов. Чтобы помочь врачам и больным в борьбе с заболеванием, сельчане обеспечивают местную больницу полезными продуктами. Ежедневно каждый сельский округ поставляет сюда 15-20 литров кумыса. Помогают продуктами не только предприниматели и сельские акиматы, но и простые жители. Ситуация сейчас непростая. Помогаем больным и лечащим их врачам, чем можем. Наши предки считали, что кумыс – лекарство от 90 болезней. Поэтому поставляем этот целебный напиток в больницу. Помимо этого, мы также создали условия для 15 врачей, лечащих больных коронавирусом и пневмонией. Для медработников отвели чистую зону в спортшколе. Решили все вопросы с питанием, проживанием, а также транспортом. Лечение кумысом дает свои результаты. На сегодня 48 пациентов больницы уже выздоровели. Всех, у кого ковид не выявлен, мы выписали. Сейчас в больнице лежат 16 больных пневмонии. Один находится в тяжелом состоянии. Мы признательны населению за помощь, которую они оказывают. Это придает нам сил и уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности. Сельчане намерены поставлять кумыс в больницу и дальше. До тех пор, пока не выздоровеют все пациенты. Адильхан Сахариарда, Хайбарула, Женес Абдрежев, Хабар-24, Алматинская область. В Алматы в Государственном музее искусства имени Костеева открылась выставка картин неизвестных русских художников. Все подробности в программе «Культвояж» далее. Отдел зарубежного искусства Государственного музея имени Абдрихана Костеева в Алматы представил выставку картин неизвестных русских художников. Взору зрителей были показаны исключительно оригиналы творений тех, чьи имена по ряду причин были вычеркнуты из истории искусства. Одним из них был Сергей Виноградов, хранитель лучших традиций русской живописной школы. Сергей Виноградов начал свою творческую карьеру в конце XIX века. Был членом Товарищества передвижных художественных выставок и писал картины, жанровые картины на сюжеты из крестьянской жизни. Но в начале XX века все изменилось. Виноградов увлекся импрессионизмом и в процессе нашел себя, стал писать русские дворянские усадьбы. Они стали основной темой его творчества. Одна из работ в усадьбе датирована 1910 годом. Сразу же после создания ее приобрел частный коллекционер. Позднее она была передана в Государственную Третьяковскую галерею и в 1936 году привезена в Казахстан. На картине изображено имение Головкина, принадлежавшее Елене Свербиевой, жене Всеволода Мамонтова, младшего сына известного тогда миллионера и мецената Савы Мамонтова. Что же Сергея Виноградова привлекло именно в этом имении, в этой усадьбе? Ну, во-первых, старинный дом, который был построен в стилистике позднего классицизма в первой половине XIX века. После революции многие дворянские усадьбы были разрушены и разграблены. Виноградов отнесся к этому болезненно и в процессе, не найдя себе места в советском искусстве, эмигрировал в Ригу, где основал свою школу и подготовил целую плеяду талантливых художников. Движение «Жизнь» сейчас это одна из самых просматриваемых публикаций в социальных сетях. Её автор – художник Алмаз Дусибаев. Картинки с городскими пейзажами полны жизни. Сначала появляется девочка с самокатом, потом высотные здания будто бросаются в пляс, девочка, изображённая на мурале, начинает двигаться, а в самом конце в космос отправляется ракета. Таким образом художник оживил рисунки, на которых запечатлены самые знаковые места города. Прогуливаясь по городу, по разным паркам, скверам, увидел новые, у нас сейчас появились граффити интересные, иллюстрации по городу. А так как у меня с собой бывает камера, всё это снял на видео, на фото, потом решил добавить немного элементов города. То есть это детали какие-то, дорожные знаки, здания, окна, балконы. В итоге уже на монтаже дома подобрал музыку, которая очень хорошо таки легла. То есть именно вот под ритм этого трека я начал анимировать все вот эти действия, все эти планы, ракурсы. Под публикацией Алмаза пользователи оставили около 600 комментариев. Все они приятно отозвались о креативности идеи и по достоинству оценили мастерство в монтаже художника. Народный артист России, известный виолончелист Александр Рудин дал концерт в рамках фестиваля «Московская консерватория онлайн». Для виртуального выступления он выбрал произведение Югана Себастьяна Баха. Музыкант является одним из безусловных лидеров российской исполнительской школы. Александр Рудин принадлежит к редкому типу музыкантов-универсалов. Помимо этого, Александр Рудин выступает как художественный руководитель Московского камерного оркестра «Мьюзика Вива» и ежегодного международного музыкального фестиваля «Посвящение». Нидерландский театр танца создал премьерный фильм в условиях социального дистанцирования. Балет под названием «Она помнит» можно увидеть на официальном сайте театра. Его поставила известный балетмейстер Соль Леон. В балете заняты шесть танцовщиков, которые заканчивают свою карьеру в театре в конце этого сезона. Работа вдохновлена воспоминанием и красотой трансформации. В ней звучит музыка Георга Фридриха Генделя и Макса Рихтера. В мире за сутки коронавирус подтвердился у 250 тысяч человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Таким образом, общее число зараженных превысило 16 миллионов. Больше 640 тысяч человек не смогли побороть болезнь. Наибольшее число заболевших выявили в США, Бразилии и Индии. Кроме того, директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан заявил, что странам будет трудно держать свои границы закрытыми. По его мнению, экономика нуждается в открытии границ, а торговля должна возобновиться. При этом правительствам нужно усилить борьбу с COVID-19 внутри самих стран. В свою очередь, люди должны поменять свое поведение и научиться жить в новых реалиях. Клинические испытания американской вакцины от коронавируса переходят в третью, заключительную фазу. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс. В исследовании, организованном Университетом Майами, примут участие более 30 тысяч добровольцев. На сегодняшний день это самые масштабные испытания вакцины от COVID-19 в мире. Их особенность в том, что участникам тестирования дают не только вакцину, но и плацебо. И никто не знает, кому именно что достается. Таким образом, ученые хотят проверить, какие из испытуемых будут больше подвержены заражению коронавирусом. Впрочем, первые результаты появятся только через несколько месяцев. Между тем, общая стоимость программы создания и тестирования вакцины обойдутся Вашингтону в 900 миллионов долларов. Наши медицинские эксперты верят, что это и другие наши потенциальные вакцины показывают большой потенциал. И мы верим, что у нас так или иначе будет готовая вакцина к концу этого года. Или в крайнем случае, в начале следующего. Мы будем продолжать двигаться дальше, при этом соблюдая все меры безопасности. Европейская вакцина от коронавируса может поступить в продажу в январе 2021 года. Ее разработали Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca и исследовательским центром из Италии. Согласно договоренностям, сначала лекарства поступят в Италию и Великобританию, а затем в Нидерланды, Германию и Францию. При этом стоимость вакцины оценивается в 2-3 евро. Всего же будет произведено порядка 30 миллионов доз. Но в первую очередь правительство Евросоюза организует вакцинацию людей, наиболее подверженных риску заражения коронавирусом. Индия увеличивает мощности лабораторий, которые проводят тестирование на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр страны. Три новых лабораторий открылись в Нью-Дели, Мумбаи и Калькутте. Каждая из них способна анализировать до 10 тысяч образцов в день. Сейчас в стране ежедневно проводят более полумиллиона тестов на COVID-19. Выступая на видеоконференции, Моди заявил, что распространение коронавируса находится под контролем. В стране с начала эпидемии заразились более миллиона 400 тысяч человек. Не справились с болезнью 30 тысяч индийцев. Сегодня миллионы наших граждан борются с коронавирусом. Мы запустили новые центры для тестирования и намерены продолжать борьбу с заразой. Считаю, что своевременные действия властей по борьбе с вирусом привели к тому, что в Индии, по сравнению с другими странами, ситуация остается под контролем. Тем временем, Институт сыворотки Индии приступит к производству первой партии экспериментальной вакцины от инфекции уже в августе. Препарат совместно разработали британские и австрийские ученые. Первоначально планируется выпускать до 70 миллионов доз в месяц. Если испытания вакцины окажутся успешными, производство постепенно увеличат. Как отметил директор института, они будут стремиться сделать вакцину доступной по самой низкой цене. Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом власть Бельгии усиливает ограничительные меры. Число вновь заболевших COVID-19 только за минувшую неделю увеличилось на 70%. Это в среднем по 280 инфицированных в сутки. Всего в Королевстве зафиксировали свыше 66 тысяч подтвержденных случаев заражения. С 29 июля круг общения членов одной семьи, проживающих совместно, снижается с 15 до 5 человек. Посещать магазины теперь можно только по одному. Бельгийским компаниям рекомендовано перейти к дистанционной работе. Количество участников массовых мероприятий сокращено в помещении до 100 человек. На открытом воздухе до 200. Ношение масок обязательно на рынках, торговых и пешеходных улицах. В ресторанах, кафе и барах маску снимать можно только за своим столом. Работа ночных магазинов сокращена до 22 часов вечера. Под запретом проведения фестивалей, ярмарок и концертов. Не разрешена деятельность ночных клубов и дискотек. Штраф для нарушителей составляет 250 евро. Владельцы заведения общепита могут быть оштрафованы на 750 евро. Напомню, неделю назад эксперты заявили о начале второй волны эпидемии в Королевстве. Бельгия ведет постоянный мониторинг эпидситуации в государствах ближнего и дальнего зарубежья. И публикуют рекомендации по посещению этих стран и регионов. За последние несколько дней показатель скорости передачи вируса превысил единицу. Есть также серьезная обеспокоенность в отношении некоторых конкретных случаев. Например, в городе Анверпен, который переживает сейчас значительный всплеск эпидемии. Также мы видим, что вирусная нагрузка у некоторых зараженных людей выше, чем обычно. Что означает, что они более заразны. Поэтому все эти меры введены в действие, чтобы не допустить новой всеобщей изоляции. Мы видим, что некоторые владельцы магазинов, например, немного напуганы. Это мы поняли, когда пили кофе. Здесь существуют очень строгие правила. Мы должны указать инициалы, время прибытия и отъезда, а также адрес электронной почты. Работа на удаленке затягивается. Сотрудники американской компании Google будут работать из дома как минимум до июля 2021 года. По данным местных СМИ, руководство корпорации приняло это решение еще на прошлой неделе. Но стало об этом известно только сейчас. Речь идет о 200 тысячах сотрудников, работающих в главных офисах Google в США, Великобритании, Индии и Бразилии. При этом отделения компаний в Австралии и Греции, где эпидемиологическая ситуация лучше, уже частично открыты. Чистые, а главное, стерильные поручни, полы и стены. Токийское метро теперь будут дезинфицировать при помощи роботов. Распылять средства помогут специальные встроенные в них датчики и камеры. Качество работы трех первых обрабатывающих умных устройств проверили на токийской станции у ворот Токанава. Любопытно, что машины с искусственным интеллектом могут запоминать форму зданий и объектов, через которые они проходят, а также маршруты уборки. Один из них способен даже обходить попадающихся на пути людей. Японская железнодорожная компания намерена повсеместно внедрить таких роботов в течение четырех лет. На этом пока все. И не забывайте о социальной дистанции. Носите маски, мойте чаще руки. Всего доброго и до свидания.